Почернело всё, течёт, уже опускается, вот чернота появилась. Вот видите, ржавчина прямо под этим. Вот всё стоит ржавчина. Вот потекла вода. Такая ситуация во всех квартирах на верхнем этаже этого дома в Вяткино. Стены покрылись плесенью, под натяжными потолками скопилась вода. А всё из-за протекающей крыши. На неё жители дома жалуются не первый год. Звонили, писали в управкомпании, но ситуация не меняется. Абсолютно он никак не общается. Он приходил осенью, сказал, давайте собирайте 60 тысяч, и я вам полностью сделаю крышу. Он на ступки не пошёл. Вроде мы предлагали давать нам в течение трёх месяцев, мы вам выплатим. Выплатим деньги за три месяца. Ну не вперёд. Ну кто вперёд крышу оплачивает? Она потечёт, и где мы будем искать? В марте таял снег на крыше, и ситуация усугубилась. Жители квартиры придумали даже вот такую конструкцию, чтобы не капало с потолка. Старшая по дому написала в прокуратуру и в жилинспекцию. Приезжали сотрудники ведомств. Зафиксировали урон, направили предписание управкомпании. Но дело с мёртвой точки всё равно не сдвинулось. Я тут живу 13 лет, и 13 лет боремся с этим, но никак не можем, чтобы нам что-то сделали. То есть мы не можем ничего сделать, и нам никто не помогает. Я обращалась, у нас были главы администрации разных, я писала заявления. То есть действий никаких не было предпринято. Взаимопонимания между управкомпанией и жителями нет. Люди уже давно жалуются на бездействие управленцев в администрацию посёлка. По какой причине руководство управляющей компании АТ-Плюс не осуществляет те работы, которые они обязаны осуществлять, для меня остаётся загадкой. Хотя всеми правилами чётко обозначено, что в рамках содержания и ремонта утечки должны быть устранены за счёт управляющей компании. В жилинспекции говорят, что протекающую кровлю должны отремонтировать незамедлительно. В управкомпании о проблемах дома знают. Сейчас на счета компании наложен арест до погашения задолженности по налогам. Но материал для ремонта, говорят в управкомпании, нет средств. А крышу надо отремонтировать капитально, согласно заключению Бюро судебных экспертиз. Крыша не ремонтировалась до 2006 года, капитально ремонтировалась. Стоит заплатный от крыши нецелесообразно. Мы собирали собрание однократно, три раза или четыре раза собирались. Жители убеждали проплатить хотя бы сплошной текущий ремонт, то есть покрытие перекрытие, сплошняком перекрытие. Ну, как бы это все равно было не капитально ремонта, а текущий. Никаких гарантий эти работы не дают. Соответственно, жители не очень хотели такого ремонта. Но несмотря на финансовые сложности, управкомпания обязана починить протекающую крышу. Надзорные органы поставили срок до апреля. В противном случае УК штрафует на 300 тысяч рублей и назначат новый срок ремонта крыши. Михаил Масиянчик, Александр Мажаров и Артем Горчаков. Шестой канал.